В Дубасарах сегодня день памяти. Ровно 30 лет назад в районе гидроэлектростанции погибли 13 защитников республики. Май вообще стал самым трагическим месяцем 92-го для города и района. Из Дубасар сюжет Юрия Чернявского. Здесь промыто его кровью дорогу. Он защищал свои Дубасары. Свой скромный букет рисов Евгения Петровна аккуратно кладет прямо у дороги. Это самое место, где 20 мая 92-го оборвалась жизнь ее сына. Александр Королев тем утром спешил на выручку товарищам, попавшим в засаду у грибной базы. Там уже вовсю шел бой. Его, пробиравшегося к позициям, заметил и убил снайпер. Как вы считаете, смерть вашего сына была не напрасной? Не напрасной, потому что после того, как мы похоронили Сашу, смертей уже не было. Он успокоился. Значит, он с собой остановил эту войну. В руках у Александра и Анастасии Дигаран фотография их 18-летнего сына Сергея. Юноша прибыл на защиту Дубасар из Тирасполя и входил в состав экипажа БТРа. Во время ожесточенного боя его подбили из гранатомета. В месте, где сейчас находится мемориальный крест, как раз и находилась сожженная бронемашина. Погибли четыре человека. Среди них был и Сергей Дигаран. В 93-м году генерал Лебедь вручал медаль за личное мужество. Он дал Сереже и, подойдя ко мне, он пожал руку и благодарил за воспитание такого сына. Говорил, что, батя, не зря твой сын погиб. Он погиб за наше светлое будущее. В конце мая 92-го на берегу Днестра в районе Плотины несколько дней шли ожесточенные бои. Одна из задач молдавских вооруженных формирований был захват стратегического объекта Дубасарской ГЭС. В том бою погиб друг детства нынешнего директора станции Бориса Германа. Погримиченко Александр. Мы с ним выросли на одной улице. К сожалению, он погиб как раз в этот день. Хороший парень был, такой светлый. Вот. Вместе мы с ним учились играть на гитаре. Вот. Хорошо дружили. Основная боевая задача молдавских подразделений на Дубасары – расколоть Приднестровье на две части. Но план провалился. Город выстоял. Об этом сегодня говорил президент. Вадим Красносельский посетил Дубасарский мемориал славы и возложил цветы на могилы защитников Приднестровья. Погибли наши защитники. Это трагедия. Ну и, наверное, еще большая трагедия, когда их смерть будет напрасна. Они погибли не напрасно. Они погибли за свою родину, за свой народ и за будущее признание Приднестровья. Май 92-го для Дубасар вообще был интенсивным на бои и артобстрелы. Огонь молдавские войска вели по жилым домам, предприятиям и школам. Стреляли из минометов, артиллерийских орудий, крупнокалиберных пулеметов. Но продвинуться не смогли. Мы стояли с арматурой, со шлангами. Кто с чем стоял это. И они все-таки побоялись. Несмотря на то, что у них было оружие, автоматы, они побоялись народа нашего. Которые увидели, что мы сплоченные. Всего в мае 92-го на Дубасарском направлении жертвами вооруженного конфликта на Днестре стали 39 человек. 15 из них – мирные жители. Юрий Чанявский, Леонид Мостак, ТСВ.